Итак, эндокринное бесплодие. Эндокринное бесплодие – это нарушение либо созревания яйцеклетки, либо выхода яйцеклетки. Эти процессы могут влиять нарушение различных гормонов, как непосредственно яичников, так и гормонов, которые регулируют яичниковый цикл. Для того, чтобы установить диагноз эндокринного бесплодия, необходимо полностью проверить гормональную панель женщин, провести исследование основных гормонов, которые отвечают за женскую половую систему. Это фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, пролактин, антимюллеров гормон, бета-ингибин, тестостерон в различных вариациях, при необходимости гормоны щитовидной железы. При обнаружении изменений каких-либо из этих гормонов проводится коррекция медикаментозными препаратами для восстановления функций и регуляции эндокринной системы. Для нормального развития яйцеклетки и нормального выхода ее необходимо четкая регуляция гормональной системы. То есть необходимо, чтобы было достаточное количество и соотношение гормонов ФСГ-ЛГ. На их фоне должен созреть фолликул, в нем должна созреть яйцеклетка. В определенный момент, в середине цикла необходимо, чтобы произошла овуляция. После того, как происходит овуляция, начинает вырабатываться следующий гормон, гормон беременности, прогестерон. Всех гормонов необходимо, чтобы выделялось определенное количество и в определенных соотношениях. Тогда процесс зачатия и процесс беременности будет происходить четко и естественно физиологическим путем.